Дорогой Владыка Марк, дорогие отцы, братья и сестры, я более чем уверен, что Владыка не собирался праздновать свой юбилей. Более того, наверняка каким-то образом он пытался избежать этих торжеств, но тем не менее я от всей души поздравляю и даже не столько Владыку Марка, сколько его паству и всех нас, которые по милости Божией знают его и понимают его значение и в Церкви Христовой сегодня, и в своей собственной жизни. Вот перед вами такой человек. Для меня встреча с Владыкой Марком была одной из основополагающих в жизни. Он сделал для меня очень многое. Он утвердил меня в вере. Он утвердил меня в церкви. Он утвердил меня в стремлении к монашеству. Он много-много раз укреплял меня в моем священническом служении. Я не стесняюсь сейчас говорить о себе, потому что уверен, что многие из собравшихся у вас в Мюнхене также могут сказать о себе, о себе самих в проекции влияния на нашу жизнь молитв, слов и дел Владыки Марка. Если бы не Владыка Марк, не было бы воссоединения зарубежной церкви и Московского Патриархата. Я могу сказать это с абсолютной уверенностью. Именно его ровная, рассудительная и глубокая мысль, именно его молитва во многом совершили это дело. И еще его глубокая убежденность, что воссоединение необходимо правильно и послужит на благо церкви. и в те годы, когда это происходило, и в будущем, и сегодня, и еще в дальнейшем. Это подвиг Владыки Марка. Это настоящий подвиг. Потому что на пути исполнения этой воли Божией он встречал и непонимание, и противодействие, и напрасленную, и клевету, но один раз окончательно поняв, что это воля Божия, он эту волю Божию исполнял как послушник, священник, монах, архиерей, как русский человек. Мы счастливы, что в России у нас есть такой наш соотечественник. Удивительный русский человек, который являет нам, даже будучи по крови немцам, образец русского человека. Это совершенно поразительно, но это так. Вот если бы мне сказали сейчас назвать несколько русских людей, которые для меня являются образцами нашего всего лучшего, что есть в русском народе, одним бы из них, несомненно, был бы Владыка Марк. Я благодарю Господа, что Он по незреченной своей милости выстроил мою жизнь так, что многократно я смог опираться и получать благодатные силы от вашего, дорогие, германские православные христиане, архиерея, от нашего Владыки Марка. Спасибо.